всем привет привет я думаю с евгением все уже знакомы кто с ним не знаком обязательно посмотрите наши предыдущие видео вам понравится а сегодня женя нам расскажет какой заказ делал буквально на днях жень расскажи что это было я знаю что у кого-то был юбилей до у юргинского машиностроительного завода исполнял 75 лет и человек который был приглашен на это мероприятие ему надо было сделать подарок скажи пожалуйста чем занимается этот завод настоящее время завод занимается производством горно-шахтного оборудования и специализированной техники и также известен своей легендарной пушкой мт-12 понятно расскажи с чего все началось с чего ты начинал ну как обычно все начинается с эскиза придумывается композиция далее она переносится цифровый ряд и печатается и как обычно вырезается да с какими трудностями ты столкнулся вообще помимо бумаги что использовалось в этом проекте как бы больше использовалась это маскировочная пленка так плотно ну трудность была такая так как заказ упал у нас выходной день и те фирмы которые занимались вырезанием мисплотерной пленки все были закрыты и пришлось резать вручную это колоссальный труд ну так как бы это не особый труд но тяжело это отнимать много времени было бы проще если конечно казалось еще как бы я здесь использовал это в контурную ленту она как бы некоторых местах более плавные линии позволяет делать очень точными ну и лекальные формы то есть с плохим картоном скажи пожалуйста мелочевку ты чем прорабатывал мелочевка но здесь я взял рапидограф и как бы где-то он хорошо используется но в моем случае он показался очень плохо так как он задирал краску и это прибавляло наоборот больше времени работа у меня сроки ограничены были я взял просто кисточку тоненькую аккуратненько нарисовал все хорошо в чем символика заключалась данного проекта идея какая была и такая сама пушка это как бы символ завода это мощь как бы насторожая отечестве тогда и сейчас я вот объединил прошлое и настоящее все механизмы шестеренки чем сейчас завод живет то что он производит эту горную шахту продукцию уголь пласт на котором он же связывается у нас там мощный на чем стоит основу считался вот ну и тут видно еще какие-то небольшие да символики ну да это просто не просто достижение завода ордена ленина ордена революция в конце точно так же покрывали лаком лак какой-то особенный нет только мы были лак глянцевый ну просто матовая добавка и плюс в том что мне надо будет полировать это опять же сокращает время ты доволен то что получилось конечно да и заказчик сам встал сюда будет самое главное желание спасибо тебе большое за рассказ пожалуйста мы будем и снова ждать от тебя новых различных интересных проектов до скорой встречи а я напоминаю вам если вы хотите научиться рисовать аэрографом записывайтесь на наши онлайн курсы до встречи на занятиях